В шалаше из картонных коробок живет женщина в центре Караганды. Она прячется от окружающих и уже несколько месяцев отказывается от помощи. Как человек оказался на улице, разрешено ли законом строить временные сооружения на городской земле? И почему женщину не прогоняет полиция, расскажет Людмила Батюшкина. Женщина, которая представилась Раисой Трофимовой, лицо показать отказалась, потому что родственники не знают о том, где она живет. Она уверяет, что не бомж, а просто попала в неприятную историю. Мол, взяла деньги взаймы, не смогла вернуть, продала квартиру, а покупатели тоже повели себя не очень честно. Ну, я думала, что я сама справлюсь быстро, понимаете? Я не стала оглашать и все прочее, поэтому... За эту неделю, думаю, собрать деньги и купить квартиру надо срочно. Независимо от того, *** ли его отдаст мне сейчас или позже, или как-то. Ну, он должен, конечно, дать. Он уже понимает, что надо платить за квартиру. Историй у Раисы Трофимовой много, но логическую цепочку в них проследить сложно. События, факты, действующие лица – все перепутано. Женщина уверяет, что большую часть жизни проработала главным бухгалтером в интернате. Своих детей у нее нет. Жители этого района видят ее и картонную палатку уже несколько месяцев. Им она говорит, что охраняет свои вещи. Мы здесь постоянно стоим, и постоянно мы ее видим здесь только. И ночью, и днем. Ее куда-нибудь определить, больницу куда-нибудь положить пока. Но это же не дело, что зима, что все-таки на улице. По словам полицейских и социальных работников, мобильная группа уже приезжала к женщине и даже отвозила ее в центр адаптации для бомжей. Но остаться там Раиса Трофимова отказалась. Сказала, что живет у знакомой. Где попало, как попало, строить нельзя. Естественно, это строение незаконное. Да и строением-то это назвать нельзя. Это свалка из коробок, гофрокоробок бывших. Ну вот понятно, что полиции, наверное, просто жалко эту женщину. Просто жалко эту женщину. Если следовать букве закона, стражи порядка должны были бы хибару уничтожить, а женщину отправить в приемник-распределитель для бомжей. Но Раиса Трофимова опрятно выглядит и, по мнению участкового, вполне адекватно. Так что пока все делают вид, что картонной палатки и мерзнущей в ней женщины просто нет. Все время занимаюсь, то охраняю, то баскер-биле спасаю. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.